Так, пиво и жарщие ноги. Во сколько? В 10. С копейками там. В 10.48. 22.48. У тебя дорогая пересадка какая-то есть, да? Нет. Сколько ехать-то? Сутки? Завтра буду в час тридцать. Ночью. Почему ночью? У меня в час тридцать. Бог даст. Как так быстро-то? Ну какой-то, видимо, скоростной пояс, видимо. Ну ладно. Сколько ты был здесь? Больше месяца уже пошел второй. А с кем ты приехал? С Вячеславом? Да. С ребятами. Ну и какое твое впечатление здесь, если ты приехал? Польза у тебя была какая-то? Такая. Я разве бы оставался, а где было бы пользы? Так. Какие у тебя есть, может быть, замечали, что не так там с тобой обращались, не задали, что-то не накормили, не напоили? Никаких. Я только... Ну, видишь, такое положение сейчас, что мы расстаемся, может быть, навсегда. Ну да. Если бы я молчал, тогда бы так. А я тебе и все говорил. Где еще я замечал, прям сразу говорили. Ну да. Прям сразу. И все время подгонял, что надо быстрее делать. Так? Аминь. Ну, видишь как. Я вчера считал, выставили там труды Иоанна Амусы Каменского. И он говорит, самое трудное, самое трудное, исправить, когда человека испортили. Уже неправильно учили, или то-другое. Вот так нужно очень сильно пожелать, чтобы вера была чистая, страхом Божьим, со слезами, с благодарением Богу. Просто удалить-то где-то надо быть. Отдельно там побыть. Перед Богом открыть душу. Я каждый раз тебе говорю, ты в интернет лишний раз-то не заходи к этому, это все уже известно. Иначе где-то что-то, и жизнь сопрервется, а то еще и где-то. Я не то, а не просто тороплюсь. Я хочу и другим передать это. Вот сейчас вещи из храма-то вышли, а днем мы с тобой пилили здесь, бывшие пеньки там убирали. И некоторые даже клены здесь на территории моей, околадежды Васильевны. Я тебе сказал, что три тут отметили такие клены, которые оставили на столбе. Ты зайди. И ты пришел. Знаешь, как это приятно. И мы с тобой там, ну, речь идет о нескольких минутах. Все, аж курили, положили их, и все. Вот это хорошее качество, что ты понял, ты прям с архомом, кажется, так вот в этом одеянии пришел. Видишь, если просто так брать, ну, я тебе вроде досаждал. Нравилось. Все что-нибудь. Медленно, перейз руку в руки. Ягоды берем. Ну, я просто привык на по-другому дом, ритме жить. Вставать-то рано. И везде быстро. И гневностика. Не торопиться только на молитве. И при чтении Слова Божия. Я не случайно тебя здесь в храме дал Слово Божие считать. Мне нравится твоя насчетка, и ты быстро находишь места, где там закладки делаю, где. Это останется память. Представляю, в проповеди пользуются успехом, и там ты стоишь, и тебе показано. Я очень благодарен Богу, что ты остался. Мы еще тут двое-то. А тут такая работа подвернулась, и это не просто так. Это копать. Ну, и мы все работали. Теперь ждать только, как будет весной. Вот, и вдруг приезжал там с председателем Совета шофер, и он сказал, на этой стороне у вас вода хлынет через край. Я посмотрел, он прав, потому что, когда мы восстанавливали, в это время не было еще ничего. Мы добавили еще 12 метров плетнее, и все это в возвышение кверху. Я маму твою не знаю, а она везущая? Ну да, Людмила. Передай поклон и благодарность, что ты был здесь, может быть, тебе неудобно без тебя было. Просто скажи, я благодарю. Где-то что-то не так, а здесь-то тяжелая работа, ты бедра таскал, землей, только грузить успевай. У тебя силы-то есть, вот сегодня ты сколько этих деревьев-то вывернули? Я тебе сказал, медведь какой в Сибирске. Топором размахался, щепки летят. Не добьет, не дорубит, вывернулась корнем. Вот мне это нравится. И доброе, что было, ну видишь, на все записано. Да благословит Господь запомнить это. Вы меня будете поминать и Людмилу там тоже, маму? Ну, помните. А если что надо, я приеду в любой момент. Ну, это на следующий год. Ныщем уже все. Я имею ввиду вообще, ну, ты же салудку-то не забыл? Нет. А в прошлом году, кажется, ты хрен копал. Да. Мы дали там. Ну, видишь, мы многим исходили. Он такой прям ядреный был. Потому что старый я... Ты себя чувствуешь как здоровым-то нормально? Все, я, ну, восстановился и все. Я считаю, ты мудро поступил, когда отложил поездку. Я никакой был, я не смог. Вопросов нет, снимается. Переутомление просто. Да. Тебе, я сегодня сказал, ты уезжаешь, может, кому что-то сказать. Там мало людей-то было, никто. А ты с ними и не общался. Нигде ты не лез по чужим квартирам, не шлялся. У меня это приятно. Потому что мы сошлись, чтобы одинаково было все. Успевали на работу пойти. Ты купался. Ты шарик отобрал с собой? Ну, я вот когда на пруд, на этот, где крестин. Нет, где крестин, я туда с шариком ходил. Ага. С пушком, да. К лаборику. Да. А туда я на велике всегда туда. У тебя какие ко мне слова, претензии, обиды. Потому что я тебя жущил со всех сторон. У меня благодарность просто, я не знаю, как ее выразить, Игнат Тихович, на самом деле. Когда уединишься, сам собой размышления дашь, свои кочевики, и это, только благодарность, больше ничего нету Господу за вас. Ну, слава Господу. Если ты на наши ресурсы отводишь, то увидишь. Там Вячеслав создал еще один канал наш во Святи Библии. И там все мои проповеди, и материал богатейший. Он заново, начитанный мной, из Златоуста, там по Польщей пленке были, он опять сейчас насчитывает их. То есть, очень богатый канал. Я посмотрел, нет такого канала больше. Мои вопросы по одному вытягивают. То Высатая Наташа поставит, то, значит, Градыщук и Лена, такие активные, они берут оттуда и выставляют. Я считаю, что первый раз вижу. Настолько они глубокие, ответы, писания, святые отцы, каноны, все. А это я все студентам отвечал. Вот Бог дал это. Прошлое только смотришь, готовое. Великая, которая у меня есть в книге. Там многое, многое. Три тысячи примерно ссылок в каждой книге на Библию. Указывается где-то. Какой вопрос ты знаешь? Иногда я тебя вызываю задать вопрос, то есть раскрыть какую-то тему. Только музыки не добавляйте. У нас хорошо получалось. К вам я не добавляю никогда. Все уже перестало. Я хочу забинтовать еще на один день. Ну а вообще поэзия без музыки я не понимаю. Это невозможно. Она всегда должна быть с музыкой. Либо фон, либо вот как Виктор. Вот Виктор сейчас берет, вчера выставил, ногой насчитал. Окончил суд, засчитан приговор, конвойно уводит в коридор. Едушин приговор к расстрелу, внезапной дрожью наполняет тело. Когда я стою привязанных к позору на столбе. Какой-то звук, минуты забытье, и у столба лишь грязное тряпье. Душа уходит в небо синеву, запорванную пулями корву. Игнать Тихонович, когда будут прижимать нистовые вот эти персонажи, надо до конца биться с ними, на юридическом поле, на духовном, до конца стоять. Нам это право дает государство, конституция. Не говорю уже, а Бог, это нам главный указ. Плюс мы с Виктором, вот я сейчас сотрудничаю, есть такой Виктор Макаров, он у нас, он с Сергеем парализованным беседовал много раз. Вот, и мы с ним, ну, хотим, это, если Бог благословит, там, подзаработать, и может хотя бы трехтомник издать, еще раз, снова. Говорит, некоторые брали, я давал разрешение, бумагу, спешку. Не, нам нужны же финансы. А пускай, я передавал самостоятельно. Вы нас благословите на это, мы в этом направлении идем. Пожалуйста. Я здесь ничего не скрываю. Это очень дорогое удовольствие. У меня 4 тома стихотворения не издали. 4 тома, каждый том 800 страниц. А, еще и стихотворения вообще не издавались? У меня это отдельно выиздали. Они вообще не издавались? Они, нет. Я пошел, мне как сказали, какая цена, я развернулся. И кажется, 180 страниц, только фотографии, у меня подготовлено все, миссионерская поездка. Это нигде не было. Ну, бедность наша. У нас есть желание, но Господь, если благословит, что? У меня есть богатенькие, можно было бы. Я тогда издавал все за свой, кажется, счет. Кто давал, где, что, как. Батюшка. А у нас, у него дело, предприниматели, у него тоже в гору, слава богу, идут дела. Ну, и там, если какой-то будет, что отложить можно, вот на это дело. Пускай. Так, ты без этого, без всего. Без всего. Надо просто перебинтовать, сказали. Что еще? А то у меня вот она. Не надо, не надо. Это уже не надо. А надо мне это? Надо. А я могу мне теперь это разгибать-сгибать? А это зачем вам сейчас? А? Вам зачем сейчас? А как тренировать? На ночь пока не надо, на ночь спать, отдыхать ему надо. Мы уже помассировали. Сейчас ему просто тугая повязка. А за ту же белье. Так я хочу. Я боюсь. Второй на палок я не надену, это все слетит. Оденем. Где? Вы его не взяли? Вот так. Я его завяжу сам. Да, хорошо. Вы даже завязали мне, а то же он слетел. Ну, завяжите на ночь. Только на ночь. Завтра снимем опять. А утром я его снять? Да, да. Снимем. На утренний придете. Надо вот так вот вызвало сюда завяжить, чтобы за зарубь тянуло. Вот это, да. Ого. Нет, это мало. Сейчас, сейчас. Вот смотри. Вот так? Здесь. Я тебе здесь пойдет. Да, это пойдет. Все? Так оно вот так. Теперь беди. Развязываясь в длине. Да, вот так. Давай, 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 давай. Еще, еще. Мимо мало. Дальше узел должен быть вот здесь. Ну, давай. Один узелок. Так, я посмотрю. Э, мало. Не пойдет. Сейчас, сейчас. Развязать и дальше продрать. Это начнем все слетить. Да? На ночь. Да, давай, давай, давай. Давай. Вот, а теперь сюда. Взялась она за меня. Хочет выправить. Ага. Ну, ладно. Так, мы гулять пошли с собаками. Я благодарен. Это был. Спасибо. Все сказал. Остальное все я уже вывысказал. Когда-то побеседовали. Повторять не хочу. Проси крепкой веры у Бога. Настоящей такой веры. Живой. Чтобы нигде молитву не пропустить. Днем. До стопоклонной молитвы чаще захватывать. Дружбу водить ближе. Вот был который Георгий принял. Вячеслав. Там еще Александр был. Борцов, что ли? Борцов. Борцов. От слова борьба. Борец. Да. Держите с ними связь. Много хорошего даже где-то достает Николай Астахов. Ну, у нас такое сотружице здесь было. Да. Все, тогда я ухожу. Ага. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Исследование. Да, конечно. Выключаем. Так, подождите. Ой, ой, ой.